Работу над ошибками зимнего сезона в сфере ЖКХ провели в администрации Одинцовского округа. Особое внимание – взаимодействие с управляющими организациями. Период был тяжелый. И скажу честно, не все справлялись с последствиями снегопадов. Иногда нам приходилось буквально в ручном режиме докручивать ситуацию на конкретных территориях, прямо на местах. Считаю, что сегодня самое время проанализировать эти узкие места в работе, определить алгоритмы наших дальнейших действий. За минувшую зиму с улиц и дворов было вывезено более 330 тысяч кубометров снега. Содержанием дворовых и общественных территорий в округе занимаются 12 муниципальных учреждений, которые приводят в порядок свыше 6 миллионов квадратных метров площади. Чтобы справиться с поставленными задачами, этой зимой пришлось дополнительно арендовать 39 единиц техники. У нас очень много. Большая территория. Если мы убираемся механизированным способом, это существенно сокращает сроки уборки и, соответственно, помогает нам. Есть также территория, где только ручной труд может быть применим. Но, тем не менее, есть нормативно техники. Среди проблем – нехватка мест для складирования снега. На сегодня в округе организовано 5 снегобаз и необходимость обустройства производственной базы для обслуживания и ремонта техники. Для решения этой задачи глава муниципалитета поручил разработать соответствующие программы, рассчитанные на три года. Что касается обязанностей управляющих организаций по содержанию придомовых территорий, то здесь необходимо наладить контроль уборки тротуаров и работу в выходные дни, своевременно проводить ремонт асфальта и поддерживать обратную связь с жителями через домовые чаты и мессенджеры. Те управляющие компании, которые услышали нас, у них история стала исправляться. Мы видим динамику на улучшение. И эта динамика как раз говорит о том, что когда с жителями на тему управляющей компании общаются, это дает должный эффект. Но, тем не менее, есть еще на чем работать. И количество обращений в ЕДС, и количество обращений, которые из ЕДС попадают в проделку, количество достаточно высокое. Особенно, повторюсь, по тем компаниям, которые имеют свои предупреждения. О более плотном взаимодействии управляющих организаций с жителями для оперативного решения проблем и снятия ненужного напряжения говорила и директор Одинцовского центра управления регионом Елена Меньшикова. Также она отметила необходимость мониторинга и контроля деятельности УК со стороны теруправлений. Все абсолютно МГУ и подрядные организации, как мы уже с вами, в принципе, видим по итогам работы положительной, по положительной знамике, готовы работать. Но всем нужна все-таки твердая рука, которая будет контролировать. Андрей Иванов выразил готовность оказывать помощь управляющим организациям в решении возникающих у них сложностей, а также поручил провести обучение и переобучение их сотрудников. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.